добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как рисовать самокат карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать будем в нашем классом скетчбуке от империи пикчеров наборе нас есть не промокайка для маркеров который сейчас нам не нужно берем карандашик мягкости b и намечаем силуэт самоката формате листа намечаем с вами сначала ручку затем нижнюю его часть далее придаем толщину нашей основной от этой линии ручки нужно найти ее верное расположение и ширину ее делаем небольшую намечаем теперь ручку правая часть которой будет немножечко по длине чем левая здесь вот посередине будет проходить железный элемент который мы наметим и немножечко выйдем за контур нашли размер ручки справа тут тоже прорисовали мягкую часть и и теперь мы наметим проводки которые прикреплены к тормозу на правой ручке будет также линия которая помогает затормозить от нее идет проводочек вниз и там будет крепление темненькая снизу будет более широкая часть трубы мы намечаем и здесь же у нас будет рядышком проходить проводочек просто прорисовываем детали у нас будет она состоять таки из трех таких цилиндриков и затем идет колесо колесо круглая к нему спускается вот такой железный элемент далее уточняем форму колеса прорисовываем ее поподробней а лишнее убираем ластиком сверху колесико здесь тоже будет как такая часть крыла слева и с правой стороны затем мы делаем ширину шины у колеса прорисовываем его переднюю часть вот здесь будет такой болтик по центру теперь нужно прорисовать нижний колы каркас от него будет от намечены уже трубы и пойдет крепление и уже от этого крепления таким образом он присоединяется к нижней части на которой мы стоим у этой части будет снизу узенькая толщиночка а сверху будет более широкая часть ластиком сразу рисунок почищаем чтобы потом не запутаться во-первых ли в линиях а во-вторых чтоб рисунок остался чистеньким и аккуратным здесь у нас тоже будет такой маленький проводочек который соединяет два элемента между собой ну и там скорее всего проходит как раз это основной проводочек который передает электричество прорисовываем второе колесико дания она будет поменьше чем передняя потому что уже разворот такое боковой от нас и плюс это часть находится чуть дальше чем переднее колесо поэтому по закону перспектива она будет поменьше также у него создаем крыло сверху и соединяем задней частью на которой мы стоим прорисовываем колесо намечаем там детали и можно там сразу уже тоном сделать темное колесо беру карандаш помягче например 34 б можно взять и заштриховываю вот до черна по краю делая водку еще более темной на карандашик можно легонечко надавливать это он будет более темным получаться чем мягче карандашик тем быстрее мы набираем тон а карандашиком b мы можем доработать например крыло подчеркнуть тень у него снизу и немножечко сверху в целом у нас самокатик будет светленьким по корпусу поэтому мы его сильно не затемняем здесь вот область на которой стоит человек будет темнее я про штриховываю и аккуратными штрихами по форме самоката до средней серого тона пока вы это делаете вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать в любимое дело своей профессией ссылочку на зоочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами по нижней части самоката будет темная полоса очень узенькая мы ее прорисовываем надавливаем чуть на карандашик она получается темный по серединке прорисуем линию более светленькую и здесь у края тоже будет темный элемент как такая наклеечка или деталь все это придает нашему самокату реалистичность и закончились здесь вот мы эту трубу про штриховываем аккуратно светленько затем снизу чуть сильнее затемняем перейдем плавненько к передней части к ручке за стриховываем с вами эту ручку здесь вот до конца вертикальными штрихами карандашиком мягкости 23b и затем затемняем слева еще сильнее показывая собственную тень этой ручки у самого края можно оставить небольшую светлую полоску которая будет являться и рефлексом рефлекс чуть светлее чем тень собственная но при этом он не должен быть светлее свет саму ручку за которую держится непосредственно уже руками она будет темнее элементы также которые соединяют всю эту конструкцию тоже будут темными местах и соединения просто добавляем падающие тени чтобы разделить их теперь займемся нижней частью самоката место где у нас соединяется с колесом с передним про штриховым тут тоже цилиндры ки наши с левой стороны затемняем чуть сильнее а колесо про штриховываем практически до черного тона особенно вот здесь вот сбоку вместе где на нас развернуто колесико там будет потемнее штриху аккуратненько по форме стараясь не деформировать наш круг а вот этот круг внутри будет чуть светлее его аккуратно заштриховываю тоже он является таким цельным и не сильно будет выделяться от темного нашего элемента ну и до штриховываем часть которая у нас там с правой стороны остается на ней мы можем наметить также фактуру шины аккуратными темными линиями и вот такой самокат карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео я вам напомню что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от империя пикчер на те и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на ватбаре с империя пикчер по ссылке в описании и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч